Рада видеть вас на своём канале, надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Юля Стар и обсудим очередной видос. Германия, украинские беженцы прогуляла понедельник. Жирненькие, добрые, держу лицо. Ну да, в начале видоса мы увидели лицо, а про жирненькие, добрые мы уже где-то слышали. В начале видоса Юлёк оправдывается, что она прям испугалась. Понедельник, а это рабочий день. Но она прям позвонила на работу и уточнила. Оказывается, у Юльки выходной. Собственно, у неё что ни день, то выходной. Дальше завалила наша Юлёк, хрюлёк в ванную, показала клизмочки свои. Юлёк, а что ты клизмочками-то делаешь? Неужто у тебя запор и клизмозы себе ставишь? Дальше ухватила краску для волос. Правда, краска это была для бровей, и она решила покрасить брови. Я-то уж подумала, что это краска для волос. И тут кто-то в двери позвонил. Оказывается, это были строители. И попросили у Юльки штуль. Штуль. Прям на русском сказали. Да, штуль. И Юлька дала стул. Угу. Сказала «ноу проблем». Угу. Пять Юлёк сказала, что ей болел бок. Чё-то так болел бок. Видать, прикончила всё пиво, поэтому бок и болел. И решила с утреца просто поесть хлебушка и сыра всего лишь. И запить всё это дело ромашкой. Котиков покормила. Правда, она как-то так странно сказала, как будто она сказала «котика». Я даже переслушала и собачку покормила. Но что-то котиков не видно. Одну собачку. Ну и решила брови накрасить она себе потемнее. Слышите, ребят, как только она объявилась в комнате, или это кухня, комната вроде, да, как тут же слышно, как волчонок пьёт. Вот и правда, ребят, вы пишите, что волчонку они воду не дают. То есть, получается, что в свободном доступе у собаки нет воды. Видимо, чтобы в туалет ему не хотелось. Это, ребят, на 4.55 было очень слышно, как громко-громко мяукал кот или кошка. Это было очень слышно. Случается и правда, ребят. Кошаки, если и есть, то в переносках. Ну не может, ребят, такого быть, чтобы не видно было в видосах, сколько она уже снимает котов. Ну не может быть такого элементарно. Я понимаю, если бы была ночь, можно было бы сказать, что все спят. Ну потому что, собственно, коты ночью спят. Хотя у меня бывает и не спят. Выспятся днём на солнышке на окошке, и ночью могут забеги устраивать. А здесь, ну вот просто не поверю ни за что, чтобы коты всегда у неё дрыхли. Дальше Юлёк опять завела тему про отдых, что хотелось бы съездить только всей семьёй. Какой всей семьёй? Кто у тебя семья, Юлёк? Лариска. Ну да, с сестричкой. Хотелось бы вдвоём. Да вас вдвоём и машина не потянет. Она точно уляжется на задницу. Особенно если вас двоих сзади усадят. Ну а потом говорит, вот все полненькие, значит, говорят, что мы мало кушаем. Мы мало кушаем. А у меня, говорит, ну вот совсем нет аппетита. А ручки какие полненькие. Ну да, Юлёк, действительно, нет совсем аппетита. А ты всё больше и больше весишь. Как так получается? Интересно, пухнешь с голоду, да? Дальше наша звезда Ютуба, украинская звезда Ютуба, беженка, учит девочек, молодых девочек, которым по 25 лет, которые полненькие, что им надо худеть, потому что мальчики смотреть не будут и потому что родить не смогут. Видимо, по себе знает, да? Вовремя не похудела, замуж не вышла. Вовремя не похудела, ребёнка не родила. И мальчики не смотрели. Ну а куда смотреть, ребят? На что смотреть? И в комментариях и написали. Котика покормила? А где остальные? Значит, я не ослышалась. Значит, я всё правильно поняла. На что Лорка с аккаунта Камина Тайлор ответила. В рифму сказать? Или сам догадаешься? Да, а ответить Лорка хотела. Угу. Где? Сами понимаете. Ну, я так скажу. Не сильно пошла. В тронде. Вот какая культурная, добрёхонькая, жирненькая тётенька. Дальше, ребята, она сидит, малюет эти брови шпажкой. Шпажкой, да. Пищевой шпажкой. Ну, ладно, фиг с ним. Но я как посмотрела, как она их мажет, я чуть со смеху не грохнулась. Ребята, это жесть. И главное, что интересно. Ой, говорит, тут что-то, видимо, не туда, не в ту степь начала мазать. Но она учит, что если где-нибудь так подмазал, можно этим, что макияж смываешь, якобы вытереть. Да, Юлёк, и совсем брови вытереть будет лучше всего. Брови, ребят, как намазала, хоть стой, хоть падай. Одна длиннее, другая короче. И написали ей брови, как у разъярённого самурая, идущего в последний бой. Слушайте, золотые прям слова. Юлёк вспомнила про сестрицу, таки вспомнила. Где Лариса? Вот вы пишите, где Лариса? Ларису положили в больницу. Лариса в больнице. Как врач рекомендует, так она и делает. А что рекомендует врач? Значит, врач порекомендовал испробовать великий препарат. И да, сидеть в закрытой больнице, в которую никого не пускают, в том числе и сестрицу Жульку. В прошлый раз, помните, когда Лариска лежала в больнице, и Юлька к ней приезжала. Я этот момент прекрасно помню. А здесь вообще сплошная тишина. Да, только по телефону. И, наконец-то, любимая сестрица, да, Хрюлька вспомнила про Лариску. И Юлёк сказала, что она дикарька. Она ни с кем не хочет общаться. А вот без сестрицы ей скучно. Не с кем поговорить. Совсем не с кем. Ну да. Ну а вот на море она бы поехала. В общем, тема хорошая. Хомячкам, да, зашла эта тема. И поэтому Юлёк решила продолжать. Лариса ещё выйдет из больницы. Говорит, столько надо будет дел поделать. Интересно, какие у них там дела. А, наверное, съедобные дела. Дела они делают только ложкой. Являлась как дурочка в камеру, да, показала близко эти брови. И правда, жуть, ребят. Одна короче, другая длиннее. Вообще, а толстюрозные какие. Это капец, ребят. Дальше Хрюльня наша показала, как она делает массаж, чтобы холку свою разбивать. Ну да, горб, который у неё нарос. Юлёк, а массаж ты как делаешь сзади, чтобы грудь дополнительную убрать? А то холка-холка. А вот что с грудью делать, которая у тебя на спине выросла? Платица, говорит, ей нравится. Мини-платица. Интересно, а строитель этот, который пришёл, который Штуль просил? Он, наверное, в обморок упал, когда увидел такую крысопету в мини-платье. Ой, говорит, ещё эти магнитные бури были. Значит, и нога болела, хотела достать троксивазин, и, похоже, забыла, да, и не намазала ногу. То бок болит, то нога болит. Но что-то ничего не помогает. А не помогает, потому что Юлёк жрёт и бухает. Ну и Лариса ещё сказала, ничего не покупай, а носи то, что есть. А есть ли там что-то после перебора Юлькой барахла? Дальше, ребят, просто угар. Показывает, как нужно брыли убирать. У неё, говорит, там зуба нету, и поэтому из-за этого образуются брыли. Неужели, ребят, она и правда думает, что брыли образуются от каких-то отсутствующих зубов, а не от того, что она жрёт бидонами? Я не знаю, как можно быть такой бестолковой и глупой. Она никак не может воспринять то, что она жиреет просто не по дням, а по часам. И именно от жрачки. Брыли от жрачки. Уже шеи не видно. Она это понимает. Посмотрите, решила преподавать уроки, как убрать брыли. Юлька, похоже, знает больше всего, как можно жирать бидонами, да, и одновременно брыли наращивать, а потом убирать. Юлёк, массируя свои жирные щёки, сказала, что жирненькие, они добренькие, да, и она уверена, что среди зрителей много есть полненьких. Юлёк хотела сказать, наверное, жирненьких, но получилось полненьких. Решила она повторить тему лорки-хлорки, да, потому что у лорки же первый был выпуск, а потом уже у июльки, и поэтому решила поговорить в тему вместе с Лариской. Мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу, оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!